Иисус Надежда Днепра Иисус Надежда Днепра Когда мы обращаемся к Богу в молитве, мы должны иметь уверенность в том, что Он есть, что Он нас слышит. И поэтому последняя фраза является печатью или утверждением, что все, о чем мы Тебя, Божий, просим, мы верим, что Ты нам это дашь, потому что Твое есть Царство, Сила и Слава вовеки. И сегодня, друзья, я хотел бы поговорить с вами о важности веры. И об этом Христос говорил неоднократно, что когда мы обращаемся к Богу в молитве, очень важно, чтобы мы веровали. Часто люди обращались к Иисусу с той или иной просьбой, и Он задавал встречный вопрос «А ты веришь, что Я могу это сделать?» Апостол Иаков в своем послании пишет следующее «Если же у кого из вас не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». И мы можем сказать, что не только мудрость мы можем просить у Господа, если нам не достает храбрости, если нам не достает кротости, терпения, смирения. Ну, все, что нам нужно, мы можем просить у Господа. Но есть одно условие – допросит с верою. Потому что дальше Иаков говорит, что если человек сомневается, обращаясь к Богу в молитве, то такой человек подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. То есть такой человек ненадежен, не тверд. Бог не ответит человеку, у которого нет веры. И вот Иаков говорит, да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Я вот размышлял над этим, а почему же без веры нельзя обращаться к Богу в молитве и о чем-либо просить? Да все очень просто. Дело в том, что когда человек молится и не верит, то даже если Бог и ответит ему, и даст ему просимое, то человек, как правило, потом говорит, ну, это случайно. Ну, так и должно было случиться в моей жизни. То есть он не готов в этом ответе усмотреть действия Божьи. Хорошо, молиться к Богу нужно обязательно с верой. А что делать человеку, у которого нет такой твердой веры, нет уверенности, что Бог его слышит, что Бог ему поможет, что Бог силен решить его проблему. И вот Библия объясняет нам, каким образом к человеку вообще приходит вера. Дело в том, что мы не рождаемся в этот мир верующими людьми, мы ими становимся. И когда Библия говорит о вере, она говорит не только о вере в то, что Бог существует. Этого слишком мало. Библия говорит о том, что истинная вера – это доверие Богу. И вот откуда же берется это доверие Богу? Апостол Павел в послании к римлянам в 10 главе 17 стихе написал следующее. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Обратите внимание, друзья, что здесь показана очень простая формула. Вера в Бога не происходит от видения или от того, что мы видим какие-то чудеса в своей жизни. Многие люди говорят, ну где он Бог? Если бы я его увидел, я бы в него сразу поверил. Вы знаете, такая вера не является истиной. Однажды Иисус Фоме сказал, ты уверовал, потому что увидел. Блаженны, не видевшие, но уверовавшие. Истинная вера происходит не от видения, а от слышания. И дальше сказано, а слышание от Слова Божьего. То есть, чтобы обрести веру, нужно слушать Слово Божье. Читать его, слушать. Вот вы сейчас слушаете проповедь. Я верю, что это должно помочь возрастанию вашей веры. То есть, корнями истинная вера уходит в Священное Писание. Уходит в Слово Божье. И вот в этом же послании к римлянам Павел пишет в 15 главе. «А всё, что написано было прежде», он имеет в виду ветхозаветние Священные Писания, «написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». То есть, когда человек читает Священное Писание, даже если там описаны события глубокой древности, предназначены Писания для того, чтобы человек с помощью Библии научился верить и надеяться. Надеяться на Господа. Дальше апостол Павел в послании к Тимофею говорит о том, что Писание полезно во всех смыслах. При том же ты с детства знаешь Священные Писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Обратите внимание, Павел говорит, что Писание даёт мудрость человеку. Мудрость, вера и спасение. Всё исходит к нам от Бога через Священные Писания. Здесь же Павел пишет к Тимофею, «Всё Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен». То есть, Священное Писание оказывает на нас вот такое благотворное влияние, что простое его чтение и слышание Слово Божьего, размышление над прочитанным меняет человека, меняет его состояние характера, его состояние ума, он начинает мыслить по-другому. И вот таким образом истинная вера входит в жизнь человека через общение с Богом посредством Библии. Иаков говорит о том, что когда человек обретает истинную веру, эта вера производит следующие перемены в жизни человека. «Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое Слово, могущее спасти души ваши». Вот обратите внимание, что в данном случае апостол Иаков сравнивает Священное Писание с Семенем. И когда человек слышит Слово Божье, читает его, размышляет над ним, то вот это вот Божественное Семя Истины, проникая через наши уши, через наши глаза, в наш разум, оно, это Слово, пускает корень и начинает производить плод. И вот это Слово Истины, посеянное в нас, вырастая, укореняясь, приносит плод нашего спасения. Вот дальше Иаков пишет, «Будьте же исполнители Слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает Слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии». То есть, что мы здесь видим, друзья? Господь дает человеку Библию для того, чтобы человек мог ее читать, слушать то, что в ней написано. И когда человек это начинает притворять в жизнь, то, что он узнал, начинает жить вот так, как написано в Слове Божьем, вот тогда, можно сказать, этот круг замыкается. То есть, человек обретает истинную веру и истинное спасение. Потому что одного лишь ознакомления со Словом Божьим недостаточно для того, чтобы быть спасенным человеком и для того, чтобы обрести настоящую веру. Потому что Яков говорит, вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. «Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Ты веруешь, что Бог един? Хорошо делаешь. И бесы веруют и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дела мертва?» То есть, смотрите, друзья мои, вот мы говорим сегодня о важности веры и говорим, как она вообще попадает к человеку, да, как она производится в человеке. Огромную роль в этом играет Священное Писание. Но также немаловажную роль играет и наш выбор повиноваться Слову Божьему. Потому что в этом случае вера обретает твёрдое основание. Потому что если вера не подтверждается делами, то тогда она неосновательная. Или это вера просто как умозаключение, как некое согласие с какой-то информацией. Но истинная вера, вера, которая выражается в поступках, в делах. И вот Иаков дальше приводит пример Авраама. Вообще Авраам называется отец всех верующих и друг Божий. То есть это человек, который обладал действительно уникальной верой. И Иаков говорит о том, что Авраам оправдался делами. Хотя там же говорится, что он есть отец праведности по вере. Но вера Авраама выражалась в том, что он настолько доверял Богу и был послушен ему, что даже когда Бог однажды сказал Аврааму о том, что он должен отдать своего единственного любимого сына в жертву, в то время, когда Авраам более 25 лет ждал исполнения Божьего обещания, что у него родится ребенок. Жена Авраама была бесплодна, но Авраам верил, надеялся, ждал. И вот родился этот ребенок. Этот ребенок вырос и уже достиг такого юношеского возраста. Авраам был счастлив, конечно. И вот однажды Господь говорит, Авраам, возьми своего единственного сына, которого ты очень любишь, и принеси мне его в жертву на одну из гор, на которую я тебе укажу. И хотя Библия не описывает всей той палитры чувств и мыслей, которые посещали Авраама, в течение трех дней он шел к этому месту вместе со своим сыном, и о чем он только не передумал. Но самое главное, друзья, это то, что он в своем сердце однажды принял решение полностью доверять Богу и быть ему абсолютно верным и послушным. И как бы ему трудно ни было, о чем бы он ни думал, он все-таки пошел вместе со своим сыном и согласился совершить вот это необычное действие. И в то время, когда он уже вознес руку свою с ножом над сыном, уже которого предварительно связал и положил на жертвенник, что интересно, его сын Исаак не оказывал никакого сопротивления, он также был героем веры. И в тот момент Господь остановил Авраама и сказал, «Не делай никакого зла отроку, потому что вижу я, что ты боишься Господа, что ты покорен Господу во всем». И вы знаете, этот случай, он потом упомянут самим Христом, что в этот день увидел явление Мессии, потому что в этих обстоятельствах, в этих событиях, Господь показал Аврааму весь план спасения. И богословы считают, что, скорее всего, на этой же самой горе, где Авраам согласился принести в жертву своего сына, на этой же самой горе, спустя многие столетия, был принесен в жертву сын Божий. Но Бог позволил Аврааму пережить вот те моменты, которые связаны с голгопскими страданиями Христа, и показал Аврааму, что будет чувствовать Бог Отец, когда он отдаст своего сына на смерть. И тогда вместо Исаака был принесен в жертву овин или баран, который в терновых кустах своими рогами вот там запутался. И вот этот баран, принесенный в жертву, символизировал Христа. А терновник, в котором он запутался, символизировал вот тот терновый венец, который на голове у Спасителя будет, когда он будет принимать смерть за всех нас. И поэтому Яков продолжает, «И исполнилось слово Писания, веровал Авраам к Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божьим». Знаете, Писание исполнилось в тот момент, когда Авраам свою веру подтвердил именно делами, и наречен был другом Божьим. Нас тоже Господь наречет своими друзьями, если мы будем полностью Ему доверять, и будем исполнять Его волю. Яков делает вывод, «Видите ли, что человек оправдывается делами, а не только верою, ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва». Вот, друзья мои, к чему мы все это говорим? Что когда мы обращаемся к Богу в молитве, мы должны веровать Ему, доверять Ему, а также быть готовы исполнять Его волю и понимать, что мы и являемся в каком-то смысле орудием в руках Господа, чтобы Его воля исполнялась в нашей жизни. То есть, если мы обращаемся к Богу в молитве, мы должны себя посвятить полностью Господу на то, чтобы Он через нас действовал в этой жизни. Вы знаете, что и у апостолов Христа не было изначально такой большой веры. Для них это тоже был процесс. Их вера тоже претерпевала взлеты и падения, подвергалась испытаниям. И я хотел бы рассмотреть с вами момент, когда Христос упрекнул своих учеников за неверие. И немножко в этом разобраться, что же такое вера, что такое неверие. В Евангелии от Марка в 16 главе 9 стихе написано, «Воскреснув рано, в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал семь бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним, плачущим и рыдающим. Но они, услышав, что он жив, и она видела его, не поверили. После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение. И те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили. Наконец явился самим одиннадцати, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего, не поверили». Вот обратите внимание, друзья, на эту историю. Она очень четко показывает, что же такое вера. «Когда на глазах учеников Христос умер, они это видели, они его сняли мертвого, они могли сто раз убедиться, что он действительно мертв, потому что невозможно перепутать. Когда уже соответственный цвет лица, отсутствие дыхания, уже холодные конечности, они его сняли с креста, обвели в плащаницу, положили в гробницу. Он был бездыханен и бездвижен. Хотя они продолжали его любить, но, можно сказать, их вера в него, как в Мессию, она, можно сказать, полностью растаяла. Они пережили величайшее разочарование. Они думали, что, наверное, мы обманулись, когда поверили в него, когда пошли за ним, потому что вот он мертв, но чего еще ждать? Они его похоронили и вот в пятницу вечером положили во гроб. Всю субботу они провели в скорби, ничего не делая, даже не помазав тело Христово, не бальзамировав его, потому что они уже не успевали, так как наступила суббота, в пятницу вечером, и всю субботу они провели в покое, в скорби. И через день, уже в первый день недели, тогда он так назывался, а впоследствии его стали называть воскресенье, в честь воскресения Христа. Но для учеников это был первый день недели, вот они остаются дома, а женщины, Мария Магдалина, еще несколько женщин, идут со специальными бальзамическими средствами, идут к гробу, чтобы забальзамировать тело Христа. И вот когда они приходят туда, они видят, что камень отвален, гробница пуста, они испугались, разбежались, и осталась одна Мария Магдалина. И вот когда она там стояла и плакала, ей явился воскресший Христос. Она обрадовалась этому и побежала, после встречи с Иисусом, побежала к ученикам, и ведь он ей это сказал сделать, он говорит, пойди, скажи, что я воскрес, пойди, передай им эту весть. Вот обратите внимание, Иисус не стал сам им являться, а послал Марию Магдалину. Вот она забегает в этот дом, где находятся апостолы, и кричит, ее лицо сияет от счастья, от радости, она кричит, что Христос воскрес, и она его видела воскрешен. Но написано, что они не поверили, они смутились, они подумали, ну, наверное, Мария от горя тронулась умом. Она уже вот в этом отчаянии потеряла рассудок, и вот ей начинает уже что-то казаться. Они знали, как она очень привязана была к Иисусу, и вот с таким, наверное, состраданием, и с пониманием к ней отнеслись, но абсолютно ей не поверили. Можете представить состояние Марии, когда ее воспринимают за сумасшедшим. Она доказывает, что Он воскрес. А они не верят. Потом вечером, в этот же день, еще двое учеников также забегают вот в это место, и говорят, мы сегодня видели воскресшего Христа. Потому что, когда мы шли в Эмаус, мы встретили человека, с которым завязалась беседа, и впоследствии мы узнали, что это Христос. И когда эти два человека донесли эту радостную весть, то остальные 11 учеников, они не поверили. Они говорят, ну вот, теперь и вы тоже тронулись, или умом, или вам что-то казаться начинает. То есть, они им не поверили. И, наконец, написано, уже Христос воскресший является 11 ученикам и упрекает их за неверие. Обратите внимание, он упрекнул их за то, что говорит, вы не поверили тем, кто меня видел и вам об этом сказал. То есть, вера учеников оставалась, ну, можно сказать так, детской, владенческой. Они могли поверить только когда увидят. А когда они услышали, что Христос воскрес, от других, они не поверили. Хотя у них не было достаточных аргументов, доказательств не верить. Да, может быть, не было доказательств верить, но не было доказательств и не верить. А вот почему же они не поверили? Истинная причина, друзья, заключалась в том, что они не знали священных писаний или не так хорошо их знали. Потому что, когда Христос явился ученикам, он сказал, ну, почему же вы не поверили? Ведь исполнилось то, что было предсказано древними пророками, что Христу и надлежало пострадать, умереть и потом воскрес на третий день. И Иисус раскрыл им эти тексты из древних писаний. То есть, вот здесь как раз и показано, что их вера была такой слабой, потому что она не была основана на хорошем знании священных писаний. Это первая причина. А вторая причина заключается в том, друзья, что вера это выбор. Каждый раз, когда человек что-то слышит из Слова Божьего, какое-то слово о Боге, об истине, он становится перед выбором. Либо я в это верю, либо я в это не верю. И вот когда человек, не имея стопроцентных доказательств тому, чтобы верить или тому, чтобы не верить, избирает не поверить, это вот и показывает, что это есть выбор. Человек делает свой выбор, потому что ему не выгодно в это верить. Он не хочет, чтобы это было правдой, потому что если это будет правдой, значит, надо все в своей жизни поменять. Другие же люди делают выбор в пользу того, чтобы поверить. То есть, они не видели, не имели стопроцентных доказательств, но когда услышали эту добрую весть, они поверили, то есть, они сказали, это здорово, если это будет правдой. Я хочу, чтобы это было правдой, и я готов уже менять свою жизнь в этом направлении. И вот смотрите, друзья мои, Христос упрекнул своих апостолов, что когда вам сказали, что я воскрес, вы не поверили, потому что вы маловерные, но теперь вы меня видите, и теперь ваша задача идти и другим людям рассказывать обо мне, хотя они меня не видят, не видели никогда. И вот Иисус дает поручение, в конце Евангелия от Марка такие слова написаны, и сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. То есть, теперь люди через вас тоже получат эту информацию, эту весть о том, что Христос есть наш Спаситель, Он умер за нас, и Он воскрес, и Он придет в этот мир скоро. И вот каждый человек, который услышит Евангелие, он станет перед выбором, либо ему поверить, либо нет. Но если человек изучает Священное Писание, изучает пророчества, сопоставляет с жизнью Христа, то есть, как эти пророчества исполнились, через это исследование Писания у человека формируются убеждения, потому что Библия, она аргументированно призывает нас веровать, не просто, вы знаете, на пустом месте. И в то же время Господь предлагает человеку выбор. И если человек исследует Писание, и он выбирает поверить тому, что написано в Слове Божьем, то тогда у человека формируются взаимоотношения с Богом. И Бог начинает отвечать этому человеку в реальной его жизни. То есть, в ответ на его мысли, на его молитвы, Господь складывает определенным образом обстоятельства, посылает людей, человек это все анализирует, он понимает, что это не может быть случайностью, что это вот так Господь проявляет себя в моей жизни, Он читает мои мысли, Он знает мои переживания, Он дает мне вот такие знаки, сигналы. И вот у человека с Богом строятся отношения, и в конце концов человек приходит в этих взаимоотношениях к такому убеждению, вот чем заканчивается молитва Отче наш, ибо Твое есть Царство, Твоя есть Сила, Твоя есть Воля, то есть человек сливается в гармонии с Богом, в понимании того, что есть добро, что есть зло. воля человека становится подчиненной воле Бога, человек становится подданным Царства Небесного, он усыновление это принимает, становится Детем Божьим, и он живет в ожидании прихода Христа в этот мир как Царя, и он уже в этой жизни начинает жить по принципам и законам Царства Небесного. И вот таким образом Христос предоставил ученикам молитву Отче наш, как пример тому, как нужно учиться молиться и как выстраивать отношения с Богом как с нашим любящим Отцом. Нам осталось разобрать последнее слово молитвы Господней, слово Аминь. В следующей передаче мы об этом поразмышляем. А сейчас я очень вам благодарен за внимание и приглашаю вас обратиться к Господу в молитве. Дорогой наш Отец Небесный, благодарим Тебя за то, что Ты нас очень любишь, за то, что Ты нам дал Свое Слово в виде Священного Писания. Ты дал нам Духа Святого и послал в этот мир Спасителя нашего Иисуса Христа. И через веру в Него мы можем обрести спасение вечную жизнь. Мы просим Тебя, Господь, чтобы Ты укрепил нашу веру, чтобы Ты побудил нас, наших друзей, знакомых, родных, читать Библию, размышлять над прочитанным и притворять в жизнь то, что мы узнаем из Священных Писаний. Укрепи нашу веру и через эту веру даруй нам спасение. Во имя Иисуса наша молитва. Аминь. Благодарю Вас за внимание. До новых встреч. Продолжение следует...